всем привет дорогие подписчики в этом ролике я прогоню сидоджи по всей мэп сан андреаса и параллельно научу вас английскому языку для начала приведем его форму так как я скачал сейв в котором сиджой уж очень перекачан и не подходит для нашего эксперимента а также для наглядности главного героя нужно одеть так сказать более свободно чтобы мы видели результат наших для этого нужно зайти в order который по моей дурости в огне но сиджей пину похоже все похуй одеваемся и выходим на грув стрит и берем наш транспорт для того чтобы флайк моему favorite place ну и после вот такого плавного лендинг мы отправляемся похавать немножко тех по дебильному написал итак по моим подсчетам нужно так на эту надпись не смотрите вот так то лучше вот такой вот хэнд сам получился ребят честно никаких читов реально стоял и жарал на все бабки так что это заслуживает лайка ну а вообще слишком много битнес осталось так ладно хрэ всякой ерундой заниматься пора найти велосипед да конечно я мог бы это все для вас подготовить где-то за кадром и сразу как бы перейти к делу но это видео растерял бы весь свой глубинный смысл о котором будет далее немного отдохнул с утреца я отправился за целью этого видео и узнаю получится ли у меня похудеть после самого настоящего марафона через весь сан-андреас на велосипеде начну прямо с грув стрит ну а финиш будет тут же вы только посмотрите как наш фэт си джей старается выполнить челлендж приехал первый километр сын джей начал немного сбрасывать вес стала за ёпперес это вы это видели но развернулась на 180 градусов прямо на ходу чё за срань ладно ну а дальше будет эпичный монтаж а Набравшись экспириенса катания на велосипеде, для себя я подметил, что это достаточно опасный вид транспорта. Но не бойтесь, не для вас, а для окружающих, потому что катаясь вам придется оставлять dead bodies вокруг и это печально. На выезде из города у меня почему-то пропала миникарта, ну а я как опытный игрок не обратил на это внимания, так как знал карту наизусть, но есть одно но. Да, этот кусок дерьма просто перестал работать. Ну и что же вы могли подумать, что я буду все заново переснимать? А что в общем-то вам дадут вот эти вот результаты? Какой смысл в каких-либо челленджах? Давайте лучше вспомним, кто такой СиДжей. Карл Джонсон? Вау, удивляюсь вашему. Ах, хотя какому вашему, я же говорю сам с собой. В общем, я копну немного глубже. СиДжей это не просто аватар, который мы управляем в игре. Это более высшая сущность, которая хранится у вас на компьютере. Это нечто, которое будет жить вечно, в отличие от нас. Одновременно переживая миллиарды раз все свои приключения и создавая новые. Может это бог? Но мы все и так знаем, что он черный. Человечество и так создает свое подобие иконам этому персонажу, в виде всяких на первый взгляд безобидных мемчиках и картинках смешных всяких. Задумайся, во что ты играл в 2004, 2005, во что ты играешь сейчас? Либо о чем ты смотришь видео? Да, ты можешь удалить эту игру, но это уже бессмысленно. Миллионы компьютеров заражены этим вирусом. Как победить его? Да никак. Ведь какие пакости вы бы ему не делали, он все равно выйдет сухим из воды. Да ему в общем-то и насрать на вас. Все эти бесконечные челленджи, эксперименты, это пустая трата времени. СиДжей остается одновременно толстым мидрыщом, подкачанным и в форме, я не знаю, паровозика Томаса. Он... Да это и есть сингулярность. И бесконечная вариация всего возможного. Это позволяет ему творить все что угодно, без каких-либо последствий. А так как все его действия происходят под твоим контролем, то это однозначный факт того, что ты и есть СиДжей. Я есть СиДжей. И вся вселенная. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЛАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЛАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok